друзья всем привет поговорим сегодня о канарейках разберем тему когда начинают петь молодые кенора как раз у меня наглядный пример будет если удастся запечатлю как поет но если не удастся значит просто поговорим обсудим все эти вещи а попозже специально сниму видео аккуратненько сделаю пение как поет молодой кенор и так сейчас мы с вами подойдем к нарейкам и покажу наглядно и поговорим когда начинают петь молодые кенора а у нас тут снова зима никак не хочет уступать весне ветер слышите как дует да и вот такая вот погода вот такая у нас есть собака которая придерживается мнения что у природы нет плохой погоды видите снег ее в будку не загонишь у нее радости вот она довольна и так друзья мы снова с вами у канареек в гостях здесь репел щегол обратите внимание щегол как маятник в часах раз 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 и он так без конца надо ему пролет устроить чтоб хороший вот он как часы раз 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 так что хотел сказать по поводу есть такая тема есть такой вопрос когда начинают молодые кенора петь сегодня мы с вами в этом узнаем перед вами кенор ну сто процентов сказать наверное еще рано кенор это или канарейка но вчера я обнаружил что этот птенчик поет кто смотрел раньше видео кто не в курсе это значит у меня из молодых который вылупился сейчас я вам точно скажу чтобы знали когда первый раз но опять так это не показатель это пускай будет как средняя норма бывает раньше бывает позже но сейчас скажу как вот у меня получилось в этом году значит этот маленький кинорочек здесь вот его сидит условный брат вот он чубатый эти два птенца вы в этой клетке под номером один вот его мамаша вот там вверху папа их не сидит самец значит эти двое птенцов вылупились вот виде номер 1 вылупились они 25 января два птенца два штуки 25 января вот теперь давайте посчитаем если 25 января вылупились на 30 день я их отсадил полностью от родителей а сегодня у нас уже 11 марта вчера было 10 марта вот 10 марта этот птенчик запел получается возраст ну грубо говоря можно сказать то что полтора два месяца полтора два месяца молодые самцы канареек начинают потихонечку петь пение было похоже на так на как бы вот самки бывает так тоже поет потому я вот и думаю может пока рано говорить самец это или самка но по крайней мере была песня он сидел здесь в детском саду в таком условном здесь получается их было вчера четверо он был нет их было пятеро он был пятый сейчас я его отсадил отдельно в клетку сейчас на скорую руку сделал вертикальную такую горизонтальную палочку жердочку но сейчас переделаю сделаю все-таки две жердочки чтобы у него была возможность прыгать посидит он здесь примерно недельки две-три может месяц посидит посмотрю как он будет петь и потом посажу уже его в большой вольер чтоб он там летал чтобы он разлетался чтобы у него дыхательная система окрепла ну это придаст громкость песни значит вот на один условный вопрос в каком возрасте кинора начинают петь я ответил теперь по поводу когда он начнет когда молодой кеннер петь громко и красиво ну по поводу красиво это уже допустим что у него есть в генетике заложено если у него отец пел красиво там дед пел красиво и никакого другого звука он не услышал то возможно будет петь красиво возможно он будет петь кому-то красиво кому-то не очень то есть может быть лесной напев возьмет это мир авито где каждый день два с половиной миллиона покупателей продавайте автомобиль быстрее на авито алло даже вот в момент съемки подписчики звонят переживают волнуются спрашивают приходится всем немножко уделять время так тут сейчас кеннер пел хотел показать не получилось итак вернемся к определению пола но опять таки это не стопроцентная но все-таки определить можно сейчас я вам продемонстрирую открываем эту штуку берете своего кеннера или канарейку прям вот ловите не бойтесь вот вы его поймали аккуратненько и так специально для подписчиков вот в этом месте вот сюда сейчас обратите внимание я буду дуть вы посмотрите это по условно самец но это молодой не знаю наверно не видно ничего да видите там такой отросток с которого растет условный пучок перьев вот это можно назвать самец а у самочки выглядит там совсем все не так там нет такого пучка перьев там ну как лампочка что ли как груша более плавная более обтекаемая сейчас вот такой вот самец не знаю видно там было понятно непонятно но это общем сложно так платить по телефону по видео показать почти ручной так сейчас покажу вам взрослого самца и взрослую самку и вы будет я думаю более понятно так сейчас у нас взрослая самка да тут пойди разбери тут она видите уже собирается нестись она еще в немножко выщипалась вот у самки получается как бы груша такая сейчас взрослого самца покажу да непонятно ничего да друзья в общем похоже на как бы грушу что ли как лампочка сейчас покажу самца и так смотрим внимательно надо так настроить что было видно видите какой торчит пенек такой огнем пучок перьев вот так выглядит самец но опять-таки не забывайте это взрослый самец а у маленького самца вот то что изначально дули там как бы все это немножко условно похоже ну по крайней мере я вот допустим сейчас так понимаю а если бы несколько лет назад мне показали посмотри я честно вообще по разнице не заметил это я к тому вот сейчас показал это вот раздувал перья это вам вы как бы для себя просто занимайтесь самообразованием у одного бы посмотрите другого третьего десятого и будете постепенно понимать эту разницу ну не сразу может я не знаю за какое время в общем поймете и будете примерно хотя бы ориентироваться где самец где самка но у взрослого кенера у взрослой канарейки взрослые то я подразумеваю год там или два года три года но в общем от года от года там же идеально видно разницу где самец где самка более раннем возрасте как вот допустим но это вообще очень ранний полтора два месяца это уже тут как на удачу в общем вот такие вот дела по поводу когда поют когда начинают петь кинора на моем на моем на моем пути как-то встречался человек живет он пятигорский константин зовут тоже занимается канарейками вот он мне как-то рассказывал то что у него был такой случай что птенцы птенцы находясь еще в гнезде я думаю где-то уже были они оперенные где-то 25 28 день уже там пели открывали роль клюв холл у них и во время песни у них вот где горло перышки так дыбом стою становятся это вот признаки того что поют самцы то есть есть вот и такой случай у человека был пели еще находясь в гнезде так значит сейчас я вам немножко покажу на мою многодетную семью так помните ранее снято видео здесь были вернее здесь есть птенцы 6 птенцов в плане кормления сегодня у нас видите пророщенная пшеница семечки и яичко вареное самка по-прежнему находится на яйцах рекомендую иногда самочку сгонять особенно первое время берете аккуратненько из гнезда сгоняете она покушает и подойдет гнезду снова обратит внимание на птенцов так можно делать молодым самкам вот они птенцы так можно делать молодым самочкам чтобы они не забывали кормить птенцов ну вот смотрите птенцы накормленные я ориентируюсь потому что они эти спокойно спят так потрясти если гнездо вон один а нет это он зевает ну все не будем их особо морозить потому что здесь сегодня не очень тепло смотрите сейчас мы ставим на место гнездо и самка я надеюсь побежит сразу греть а может подойдет будет кормить давайте немножко понаблюдаем вот сейчас происходит момент кормления видите она там голову поднимает и клювом что-то пережевывает это она так отрыгивает и кормит птенчиков вот уже покормила кого-то видите не зря ее согнал лампочка по-прежнему горит надо кстати уже можно отключить но не отключаю потому что здесь у меня прохладно в принципе вот какая-то какой-то непонятный маневр прыгнуть в гнездо и выпрыгнуть обратно вот заодно и подкрепилась то есть видите какие плюсы того что вы иногда будете загонять самок с гнезд это совсем даже не вредно очень даже полезно вот сейчас мы с вами вместе наблюдали что самка которую я согнал во первых она вот сходила в туалет видите вот новая лужа уже она очистила свой кишечник свой пищевод пищевод до затем она покормила птенцов одного-двух неважно у нее их 6 и ей надо хотя бы каждый час вставать и кормить кого-то потом она покушала и снова вот сейчас на видите пытается кормить вот пожалуйста она кормит еще птенцов вот я к тому что плюсы очень много плюсов очевидные такие плюсы что самка и поела и покормила и испражнилась то есть это все только на руку ей вот прям смотрите в азарт вошла а птенцы молодцы ведь я так понимаю не он там клювики головы тянут кормятся она вам по бумагу даже там меняет представляете я сейчас смотрю у нее в клюве бумага еще хочу сказать бывают такие случаи заботливые хорошие самки когда появляются птенчики первое время даже кал который птенчики испражняют в гнездо аккуратненько берут эти мешочки и выкидывают из гнезда и в гнезде получается идеально чисто а потом когда уже птенцы становятся старше они отставляют вверх свои хвостики и испражняются как бы на бортик или если это получается за гнездо но в основном на край гнезда все видим мы видим самка покормила птенцов вернее покушала покормила и снова села греть птенцов вот на этой позитивной положительной ноте вынужден с вами попрощаться подписывайтесь на канал продолжение следует надеюсь мне удастся скоро в ближайшем будущем снять видео как поют мои молодые новобранцы все друзья до скорой встречи всем пока а